Всем привет, с вами Факты для тебя и сегодня я хотела бы вам рассказать про Рождество. Конечно, для многих это святой праздник и в первую очередь семейный, но раньше наши предки очень боялись этого времени. Почему? Давайте разбираться. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, вас ждет куча интересных факторов. Итак, давайте вспомним рассказ Гоголя. Вечера на хуторе Близди Каньки. В нем фигурировали не только черти, но и ведьмы. Они воровали луну и звезды. Но для нас сейчас это просто предрождественская сказка. А вот для наших предков это была реальность. Они очень боялись нечистую силу. По поверьям, промежуток от рождения и до крещения считалось время страшнее во всем году, так как нечисть вылазила со всех щелей и пыталась запугать и навредить людям. Мы можем посмотреть все своими глазами, так как Гоголь описал полную картину, как все происходило в то время. Люди придерживались традициям, чтобы уберечь себя. Например, чтобы не пустить в дом нечисть, которая несла болезнь, то женщины мыли пол в доме золой и солью на заре, а ведьмы. Они могли убить скот, когда возвращались шабаша. Они могли и напугать коров, а коровы, в свою очередь, не возвращались в дома. Для этого в хлеву ставили свечу. В бане тоже были свои правила, так как там обитал банный дух. Если кто-то пойдет четвертым, его очередь, то он мог запарить до смерти. Поэтому духу отдавали четвертую очередь, и никто этот порядок не нарушал. Также Бабу-Ягу тоже вспоминали в то время, но она сторожила вход параллельной мира, а портал был в ее избе. Для того, чтобы не встретиться или отпугнуть нечисть, то всю неделю народ часто гулял ряжеными и припевал в шутки. Кто был страшнее, у кого смешнее шутки, тем сильнее тебя боялась нечистая сила. Вот оттуда и пошли наши ряжены, прям как Хэллоуин. Сейчас в наш век практически никто не следует традициям, но нам и жить стало намного проще, благодаря нашим технологиям. Желаю вам отличных праздников, друзья, и будьте бдительны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Субтитры подогнал «Симон»!